Всем привет! Мы на канале SkyNine и мы продолжаем прохождение бесконечного лета. Рут Слави. Как вы помните, мы вместе со Славей спустились в бомбоубежище и, видимо, сейчас пойдем искать Шурика. Мы медленно пробирались вперед, держась за руки. В грамешной темноте фонарь помогал не сильно, лишь изредка освещая куски старых газет и валяющийся тут и там металлолом. Внезапно начало казаться, что стены и потолок, увитые бесконечными линиями проводов, давят на меня и словно становятся уже. Я развел руки в стороны, пытаясь измерить ширину прохода. «Далеко нам еще?» Грустно спросила Славя. «Далеко до чего? Не имею ни малейшего представления». «Ладно». И тут же передо мной словно из ниоткуда выросла массивная металлическая дверь. «Ой!» Тихо скрикнула Славя. Я подергал за ручку и она, казалось, начала поддаваться. «Готово?» «Не знаю». Хотя, собственно, к чему надо вообще быть готовым в подобной ситуации. Колесо сделало несколько оборотов, ужасно скрипя при этом, и, наконец, замолкло, прокрутившись до конца. Я силой дернул дверь на себя, и она нехотя открылась. За ней была какая-то комната. Угу. Которая оказалась как раз самим бубоубежищем. Когда мы вошли, внезапно загорелся свет, отчего меня передернуло. По идее, в этот раз мы заходим уже отсюда, да? В общем, оттуда, откуда, наоборот, Славя с «Ой». Семен с Алисой, наоборот, выходили, они же вышли из старого лагеря. Когда мы вошли, внезапно загорелся свет, отчего меня передернуло. Хотя, вполне возможно, что здесь существуют какие-то источники автономного питания. В то время, когда строили эти катакомбы, все делали на века. Бомбоубежище оказалось именно таким, каким я себе его и представлял. Здесь имелось все, чтобы поддерживать длительное существование людей во время войны. В шкафах нашлись костюмы химзащиты, противогазы, сухпайки и канистры с водой. У дальней стены я заметил множество различных приборов. Изменители давления, иррации, радио и так далее. Однако, создавалось впечатление, что им никто никогда не пользовался, что, в общем-то, неудивительно. Более того, даже не заходил сюда ни разу после постройки. Славя вопросительно посмотрел на меня. Ну, тут Шурика точно нет. А был? Не знаю. Но если был, то не мог же он просто испариться. Я кинул помещение взглядом еще раз, и слева от себя в стене заметил дверь. Может быть там? Однако дверь не открывалась. А вдруг он запер ее с той стороны? Ну зачем? Не знаю. Однако это вполне возможно, если предположить, что он вообще здесь. По всему похоже, что Шурик прятался, может быть, бежал от кого-то. Таких мыслей мне стало не по себе, и захотелось самому побыстрее оказаться по ту сторону дверей. Я с силой надавил, но она лишь глухо скрипнула. На, вот, может, этим? Славя протянула мне фомку. Я повертел ее в руках, прикидывая, как лучше подцепить дверь. Давай попробуем. Так, получается, они сюда идут. Ну и ладно, не важно. Мне казалось, они, наоборот, отсюда сейчас придут. Ой, ладно, может я что-то путаю. В общем, не важно. Напрягшись изо всех сил, мне все же удалось сорвать дверь с петель, и она с брохотом упала на пол. Пока я приходил в себя от чрезмерных усилий, Славя светила фонарем в образовавшийся проход. Там такой же коридор. Да уж, тут прямо целый лабиринт. Идем? Подожди. Я сел на кровать, снял с подушки пыльную наволочку и вытер под залба. Сейчас отдышусь немного. Славя села рядом и принялась изучать детали узоров плитки на полу. Ты бы фонарь пока выключила? Ах, да. Она немного покраснела и тут же щелкнула кнопкой выключения. Жуть какая-то. Я поймал себя на мысли, что последние полчаса уже не воспринимаю происходящее как реальность. Словно все это не со мной. Словно все это сон. Как тогда, четыре дня назад, впервые минуты после того, как оказался здесь. Да, наверное, в последнее время я начал свыкаться с этим миром, с этой реальностью, какой она для меня стала. И уже не так ноет где-то в душе необходимость найти выход. А теперь вот опять. Мновение ока, лес, старлагерь, бомбоубежище. Во всем этом не было ровным счетом никакого сверхъестественного, но и нормального, привычного мне по прошлой жизни было мало. Да, согласилась Славя. А тебе не кажется все это странным? Что именно? Ну, что мы сидим тут вдвоем ночью. Ненормально ли в данной ситуации дождаться утра, вызвать милицию? Да, наверное, сказала она задумчиво. Конечно, я практически сам вызывался. Не стоило. Ну, практически не считается, но все же. Но ведь ты просто хотел помочь. Если Шурик там, то нужно его найти как можно скорее. Такими темпами скорее не мы Шурика найдем, а им потом нас придется искать. Ведь он как-то смог тут заблудиться. Славя погрустнела. Ладно, ладно, я ничего такого не имел в виду. Может, его там нет и он давно вернулся в лагерь? Да, может быть. Но проверить стоит. Конечно. Славя встала и протянула мне руку. Похоже, ей все-таки не было так страшно, как мне. Хотя я уже устал бояться и сейчас лишь хотел, чтобы все это быстрее закончилось. Коридол был действительно точно таким же, как и тот, по которому мы попали в бомбоубежище. Я шел медленно, тщательно осматривая пол и то и дело проверяя, не сужаются ли стены. Смотри! Славя крепче жала мою руку и показала на пролом посреди туннеля. Славя, достаточно широкий, чтобы в него пролезть или провалиться. Может быть. Я посветил вниз, но на дне не было видно ничего, кроме земли. Думаю, стоит проверить. Глубина ямы позволяла потом выбраться оттуда. Так что бояться на первый взгляд было нечего. Я аккуратно спустился и помог Славе. Мы оказались в какой-то шахте. Стены и потолок были укреплены деревянными балками, а вдаль уходили рельсы. О, где давящая на эту хлипкую конструкту земля прорвала прогнившие от старости доски, отчего все это сооружение не казалось особо надежным. Как думаешь, где мы? Не знаю, шахта какая-то. Что здесь могли добывать? Может быть уголь? Может быть. Мы начали медленно продвигаться вперед. Из-под ног то и дело предательски вылетали камни, свет фонаря дрожа прыгал от одной стены к другой, то и дело вылавливая из тьмы бесформенные тени, которые исчезали, стоило посветить в их сторону. Тут страшнее, чем наверху. Да, пожалуй. Чем дальше мы продвигались, тем сильнее крепла во мне уверенность, что Шурику тут просто нечего делать. Не утащила же его в самом деле какая-то чупакабра. Хотя и этот вариант исключать не стоит. Наконец мы вышли к развилке. И куда нам теперь? Не знаю. Я попадался принять, а придать своему голосу хотя бы подобие спокойствия, но в действительности и правда ничего не знал. Совершенно ничего. Никуда идти, нигде Шурик, ни зачем мы вообще здесь. А вдруг заблудимся? Да, точно. Давай сделаем пометку, что мы здесь уже были. Я взял из земли довольно большой камень и тщательно его царапал на одном из бревен, держащих потолок, крест. Вот, теперь точно будем знать, что здесь уже проходили. Хорошо. Славя улыбнулась. И куда? Так, я тут как понимаю, тут вообще выбор не важен, мы все равно куда-нибудь-то придем. Заблудиться или как-то куда-то неприятное место попасть, вроде здесь нельзя. Давайте попробуем налево-направо вот так вот чередовать. Похоже, еще одна развилка. Так, теперь направо. Похоже, еще одна развилка. Налево. Похоже, еще одна развилка. Да ладно. Так. Или все-таки нам как-то выбор важен. Опа. Мы вышли к некому подобию шахтерского привала. Везде валялись гирки, каски в углу, ржавая вагонетка. Те предметы были настолько старыми, что относились скорее к началу века, чем к середине. Получается, это действительно шахта? А значит, тут бродить можно бесконечно. Но я чувствовал, что выход где-то рядом, поэтому мы отправились дальше. Похоже, еще одна развилка. Возможно, все-таки куда-то в одном направлении идти было бы проще. А может мы кругами ходим? А не, мы вот все, мы пришли куда-то. За очередным поворотом фонарь выхватил из тьмы деревянную дверь. Ну, уже хоть что-то. По правде говоря, я так устал бродить по этой шахте, что и думать забыл о шурике. Хотелось просто поскорее найти выход. А что там? Вот сейчас и выясним. За дверью скрывалась небольшая комната, похожая то ли на подсобку к котельной, то ли на одно из помещений бомбоубежища. Повсюду валялись пустые бутылки, а стены были расписаны лучшими образчиками русского народного фольклора, что говорило о том, что здесь до нас уже кто-то бывал и не раз. Правда, судя по всему, довольно давно. Я вводил фонарем по комнате, стараясь осмотреть все углы, как друг обнаружил съежившегося в углу Шурика. Шурик! Ой, это Славя сказал, закричал Славя. Он же, казалось, не обратил на нас никакого внимания. Так вот ты где, а мы тебя всю ночь ищем. Что ты тут вообще забыл? Шурик поднял на меня мутные, невидящие глаза. А вы кто? Что значит мы кто? Давай уже, вставай и пойдем. Никуда я с вами не пойду. Шурик вновь уставился в темноту. Вы опять хотите меня обмануть? Будете водить кругами по подземелью? Будете, я вас знаю. Он перешел на какой-то дьявольский шепот. Хватит уже чушь нести. Я хотел подойти к нему и помочь подняться, но Славя остановила меня. Он не в себе. Ну и я не в себе. Целую ночь тут шляться. Любой не в себе будет. Она укоризненно покачала головой и медленно, стараясь не выходить из света фонаря, подошла к Шурику. Все в порядке. Это я, Славя. Правда? Шурик посмотрел на нее и тут же тихо заплакал. Конечно, кто же еще? И Семен со мной. Мы пришли за тобой. Теперь все в порядке. Вы точно не они? Нет, конечно, мы, это мы. Он попытался встать, но, видимо, потерял ориентацию и был уже почти готов упасть, если бы Славя не схватила его за руку. Вот так, осторожнее. Когда она... Когда они подошли ко мне, я сказал, ладно, пора выбираться отсюда. Получается, в этот раз Шурик не накинулся, да? Хм. Назад нельзя. Назад это куда? В шахту? Да. Шурик говорил спокойно, но при этом его голос еле заметно дрожал. Почему? Там они! Кто они-то? Голоса. Какие еще голоса? Я уже начинал терять терпение. Конечно, это место, эта ситуация не была нормальна, но если бы здесь и водилась какая-то чертовщина, то по всем канонам фильмов ужасов она давно уже должна была показаться. Успокойся, Шурик, и расскажи нам все подробно. Он сделал несколько глубоких вдохов и выдохов и начал. Мне нужны были кое-какие детали для робота, и я слышал, что в старом лагере есть бомбоубежище, а в бомбоубежищах обычно много всякой аппаратуры. Ага, старое, но разобрать вполне можно. Катушки, резисторы всегда найдутся. Вот я с утра пораньше и пошел. Думал, все быстро сделаю и к завтраку вернусь. Все, что нужно, я собрал. Он достал из кармана и показал нам какие-то лампочки и проводочки. Но потом из-за двери там наверху в бомбоубежище услышал какие-то звуки. То ли стоны, то ли плач. Сначала стало страшно, но потом я подумал, а вдруг человек в опасности и пошел. А тут вот шахта, лабиринт этот чертов, я совсем заблудился. И голоса, голоса повсюду что-то говорят мне. То кричат, то шепчут, а я никак разобрать не могу. Он уже был готов разрыдаться, но Славя нежно погладил его по голове и Шурик продолжил. В общем, нашел я эту комнату, тут хотя бы не слышно их. И решил сидеть и ждать, пока тебя спасут, как в фильмах уровня Б. Сарковсически спросил я. Славя бросила на меня кневный взгляд. Ну, в любом случае, пора убираться отсюда, если никто не против, конечно. Пойдемте, я знаю короткий путь. Короткий? Да, я уже тут все исходил. Ну, ладно. Шурик не соврал. Действительно, пополтав по шахте всего пару минут, мы оказались возле решетки, за которой виднелось небо. И почему же ты не выбрался тогда сам? А ты попробуй. Я подтянулся и сильно дернул решетку несколько раз. И правда, так просто не сломать. Нужно что-то тяжелое. Я посмотрел вниз на славе и Шурика. Может, фонарем? Фонарем? Я покрутил его в руках. Да, это была не китайская поделка 90-х годов, коих у меня в свое время множество валялось на даче, а настоящий советский, добротно сделанный металлический фонарь. Конечно, не молоток, но при должном усердии я размахнулся и начал долбить по решетке в тех местах, где она крепилась к стене. Вскоре мне повезло, послышал затреск и на землю полетели болты, удерживающие ее. Знаете, мне кажется, бить фонарем это тупейшая идея, а вдруг он бы не смог ее открыть? Они бы тогда здесь остались и у них фонаря не было. Через минуту я уже валялся на траве возле памятника и с наслаждением вдыхал свежий ночной воздух. Ага, эта решетка получается прямо возле памятника? Нифига. Хотя после шахты мне бы любой воздух показался свежим. Ну ладно, я пойду, спасибо вам. Шурик выглядел несколько растерянным. Я некоторое время оценивавши смотрел на него, но в итоге ничего не сказал, лишь слабо махнув рукой на прощание. В конце концов не было ни сил, ни желания с ним разговаривать. Смотрите-ка, а Шурик в этот раз прям нормальный. Вроде в здравом уме выглядит. Интересно, завтра электроник нам скажет, что Шурик утром проснулся в кровати, а до этого ничего не помнит. Посмотрим. Эй, что сказать? Ругать его сейчас бесполезно, пытаться что-то узнать, наверное, тоже. Ну и ночка. Славя сидела рядом и мечтательно смотрела на Луну. Да уж, если бы мне кто еще неделю назад сказал, что я попаду в пионерлагерь, да еще и придется лазать по бомбоубежищам. Зато весело. В каком-то смысле. Действительно, что-то забавное в этом всем было. Но было и странно. За последние несколько часов со мной могло произойти все что угодно, но в итоге не случилось ничего. Возможно, через пару лет я буду вспоминать это лишь как смешной случай из детства, если доживу. Как думаешь, он правда там что-то слышал? Не знаю, возможно, конечно, но скорее всего ему просто показалось. Такой ситуации любому может померечиться. Это было не только самое логичное объяснение, но и самое правильное, ведь с нами-то не случалось ничего. А я вот думаю, ему стоит психиатру показаться. Ой, это уже Семен говорит, блин, я запутался уж. Наверное. Славя рассмеялась. Ну ладно, пора спать. Угу. Я чувствовал, что надо что-то сказать Славе. Не был уверен, хочу ли, но необходимость ощущал. Спасибо тебе. За что? Она недоуменно посмотрела на меня. Без тебя я бы не справился. Да ничего. Славя покраснела. Я был у нее в долгу. Опять. Интересно, как хотя бы частично отплатить ей за все, что она для меня сделала. Я смотрел на ночное небо и меренно погружался в сон. Все приключения сегодняшнего дня настолько меня утомили, что сил больше не оставалось. Знаешь, при других обстоятельствах я бы обязательно признался тебе в любви. Нифига себе! Семен ты ли это? Сказал я, теряя контакт с реальностью. Мысль обычно работает куда быстрее, чем здравый смысл. Но слави рядом со мной уже не было. Может, оно и к лучшему хотя бы не слышало. Хотя странно, почему она ушла не попрощавшись. Ну и ладно. Утро вечером мудренее. Так, почему такая музыка играет? Я так устал, что еле добрался до домика вожатой. однако вак не горел свет. Это значит, что она меня ждет. А, точно, мы же ей не сказали, что идем в этот искать шурика. Мы сказали, что идем прогуляться. шурика. Ох, сейчас влетит. А вот это в свою очередь значит, что мне опять предстоит выслушивать нравоучения. Сейчас уж точно ничем не обоснованы. Выяснить, прав я или нет, не было никакого желания. Шестлонг, стоящий рядом, приветливый манил, словно предлагаю поспать днем, забыв про шахту шурика вожатую. Вот и вы. Отрешенно бросил я, продолжая смотреть на заветный шестлонг. Семен! Да-да. Мы нашли шурика, подробности вам расскажет завтра Славия, а сейчас мне очень бы хотелось поспать. Она секнута непонимающая смотрела на меня, а потом сказала, ладно уж, не знаю уж, сыграла ли свою роль в упоминании Славе, но через полминуты я уже лежал в кровати. В голове еще некоторое время крутились мысли о сегодняшних событиях, но вскоре она начала болеть, и сознание, словно включив безопасный режим, ушло на перезагрузку. Так, ну дальше мы по идее уже пропустить сможем. День пятый. О, да, помню этот момент. Так, в прошлый раз мы пошли в общие кружки, поэтому давайте сегодня туда не пойдем. Тут нет каких-то определенных моментов, куда надо идти? Не, вроде не важно. Давайте в мидпург пойдем. я всегда довольно трепетно относился к своему здоровью, хотя бы в те моменты, когда что-нибудь начиналось сильно болеть, поэтому не раздумывая направился в мидпунт. Однако перед дверью меня словно остановила какая-то неведомая сила. Совершенно не хотел с лишний раз общаться с местной медсестрой, но с другой стороны, вчера я совершил практически подвиг, обороняя мидпунт, так что она была мне в каком-то степени обязана. Я собрался с духом и открыл дверь. Привет, пионер! Здравствуйте! Ты извини, что я вчера так долго? Да нет, ничего. А ты что пришел? Заболел никак? Она хитро улыбнулась. Да я тут ступни немного. Немного что? Ступни, глупо ответил я. Ну показывай. Я сел на кушетку и снял ботинки. Держи ты это так. Произошедшее около умывальников лучше было держать в секрете. Да я... Ладно, не важно. Сейчас. Она порылась в ящики и вытащила пузырек, из которого достала большую красную таблетку с крестовой прорезью. А это зачем? Я несколько смутилю размера таблетки и ее странная форма. Обычно ломают пополам, а не на четыре части. А это чтобы тебе потом ноги не пришлось отрезать. Что? Нихрена себе. Жесть. Вот этого я не ожидал здесь увидеть. Не зря на пункт пошел, а? Да ничего, не бойся. Пионер. сейчас выпьешь и все пройдет. А почему эта таблетка такая? Это для больных, которые отказываются принимать лекарства перорально. Таким мы закручиваем их шуруповертом. Куда именно их закручивать, спросить я не решился. А теперь потерпи немного. Она достала большой пакет с ватой, обмотала я палочку и всю эту конструкцию обильно намазала йодом. Я приготовился к адским мукам. И негромко застонал я. Однако в этот метод дезинфекции мне верилось куда больше, чем в непонятную таблетку, поэтому пришлось стойко вытерпеть жжение. Вот и все. Я обулся и попробовал пройтись. Ступни все еще ныли, но острая прошла. Спасибо вам. Не за что. Заходи в любое время, пионер. Я попрощался и вышел из мультпункта. Почему нет Рута Виолы, а? Я бы с удовольствием. Так, проблема со здоровьем была решена. Теперь самое время и поесть. Ну, дальше мы уже видели. Так, мы идем за земляникой. Идем, конечно же, со Славей. В прошлый раз мы тоже вроде со Славей ходили, поэтому быстренько все это пропустим. Так, здесь обязательно это все благодаря помощи девочек. Понятно, но это еще не все. Теперь надо собрать ингредиенты для торта. Так, тут надо везде пройтись. Поэтому. Так, тут не важно. Давайте проявим осторожность. Любопытство кошку сгубило. В конце концов, это Алиса. Все может закончиться очень блачевно. А мне еще продукты для торта собирать. Ладно, потом зайду. Алиса, несмотря на меня, быстро вышла из библиотеки. Я задумался. Что могло бы быть в этой книге такого, чего она так стеснялась? Во-первых, смущенная Алиса, это уже сама по себе из ряда вон. А тут еще и смущенная книгой. Хотя, чего теперь думать-то? Узнать никак не получится. Наконец, библиотека огласилась громогласным слоном Жени. Так, снова медпункт. За пивасиком уже. Так, а тут мы идем... Да, там кипернетик. Кошка-девочку себе делает. Ага, сейчас мы идем на поход. Вернее, в поход. Так, ну тут надо не делать ничего, просто сидеть. Я просто смотрел на огонь. Говорят, что на него, как и на воду, можно смотреть бесконечно. Но была и какая-то третья вещь. Какая же? Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и на то, как работают другие люди. Вожата вывела меня из задумчивости. Семен, тебе не кажется, что ты расслабился слишком рано? А что мне еще нужно сделать? Я искренне не понимал, чего от меня хочет Ольга Дмитриевна. Не знаю. Она замолчала на минуту. Но если что-то будет нужно, то сделай обязательно. Вожата как-то двусмысленно улыбнулась и подошла к костру, чтобы подкинуть веток. Интересно, к чему она клонит, а? Что ей там нужно сделать? После этих слов я окончательно убедился, что состою у нее на положении раба. Или, в крайнем случае, бесплатной рабочей силы, что, в общем-то, то же самое. Я вздохнул, опустил голову на руки и понадеялся, что мои мучения закончены. Кто-то похлопал меня за плечо. Я поднял глаза и увидел шулика электроника, севших рядом. Чего вам? Устало спросил я. Не грусти. А что еще остается? Слушай, мы сейчас с Ольгой Дмитриевной обсуждали перспективы развития кружка кибернетики. И такое дело, нам не хватает членов. Если бы ты... Он замялся. Развитие и эти ребята несомненные понятия. Несовместимые понятия. Я ничего не ответил и начал осматривать окружающих меня пионеров. Ну? У меня времени нет. Видите, как я постоянно занят поручениями вожатой. Да, пожалуй, ты прав. Неудобно сегодня с Ульянкой получилось. Я удивленно посмотрел на него. Похоже, Шурев чувствовал себя виноватым в том инциденте с тортом. А, блин, я уже думал про тот инцидент, где она моток проволоки таскала. В этот раз же мы не ходили к ним. Вот я и думаю, как он, типа, что он несет. Не очень, да. Все пионеры вроде бы были тут, но я никак не мог найти Славю. Мне кажется, что она злится на меня. Что? Красиво спросил я. Ульяна, может, стоит извиниться? Да нет, тут нет никакой твоей вины. Мы сидели молча еще какое-то время, после чего я встал и сказал. Ноги затекли, пойду пройдусь. Они ничего не ответили. И несколько раз обошел импровизированный лагерь, ловя на себе пристальные взгляды вожатой. Похоже, Ольге Дмитриевне не терпелось придумать для меня какое-нибудь занятие. Слави я так и не нашел. Может, стоит отправиться на поиски? С другой стороны, вспоминая расстроенное лицо Ульянки, мне становилось ее даже жаль. Может, поход и не самое лучшее развлечение, но сидеть одно и то же удовольствие ниже среднего. Но при всем при этом, идти куда-то совершенно не хотелось. Ульянки можно пойти? Ну, мы, конечно, сейчас идем к Славе. Мне было действительно интересно, куда ушла Славя. Впрочем, я также хотел поскорее убраться отсюда. Если не улечься, наконец, спать, то хотя бы побыть наедине с собой. Вдали от всех этих пионеров и Ольги Дмитриевны, которые так и не терпелось меня чем-нибудь занять. Я выбрал подходящий момент и скрылся в лесу. На лагерь опустилась ночь. Совершенно обычная и ничем не примечательная. Одна из тех ночей, когда и темное небо, и звезды, и полумесяц не вызывают никаких особенных эмоций. Острекотание сверчков и пение ночных птиц кажется скорее обыденной работой, чем очарованием ноктюрна. Я бродил по лесу без особых целей, стараясь не удаляться далеко от лагеря. В конце концов, там был шанс столкнуться с Ульянкой, а это стихийное бедствие, возможно, еще похуже вожатой. Я сел на поваленное дерево и задумался. Почему все это именно со мной происходит? Почему я всегда и везде попадаю в дурацкие ситуации? Даже внезапно окажавшись в непонятном пионерлагере, неизвестно где, я не могу, как нормальный герой фантастических романов, стать подопытным кроликом, жертвой больного вселенского разума или участником межгалактической войны на стороне группы пацифистов-самоубийц. Нет, я должен ночью в лесу прятаться от бесноватого жата и ее пионеров-страхановцев. Звезды на небе ярко сверкали. Наверное, они светят не только для меня и этого лагеря, но и освещают город, где я родился, и мой старый дом, где словно что-то защемило. Я явственно представил свою старую квартиру, и мерзкое жжение начало подниматься из желудка к горлу. Нет, это была не тоска, скорее грустное воспоминание. Ведь, смотря ни на что, за неполные пять дней здесь я чувствовал себя более живым, чем за последние несколько лет. И теперь уже не знал, хочу ли возвращаться назад. Меня терзал лишь один вопрос, как и почему я здесь оказался. Он разгорелся с новой силой в моем мозгу. В последнее время я не часто искал ответы, не часто и просто думал о своем положении. Мои мысли были заняты житейскими обыденными делами. И сейчас для того, чтобы сломаться и окончательно захотеть остаться здесь, мне нужно понять природу этого места. Ведь даже соловей в золотой клетке имеет право знать, как и по чьей воле он туда попал. И уже потом делать выбор, оставаться или нет. Возможно, я бы еще долго преддавался этим экзистенциальным размышлениям, но совсем рядом послышались голоса Ольга Дмитриевна с пионерами. Наверное, они продолжают поход. Я быстрыми шагами направился в сторону лагеря. В домик вожата возвращаться не хочется, потому что наверняка получу от нее нагоняй, а просто сидеть и ждать этого куда хуже. Вскоре я вышел на пляж. И оказался там не один. На песке лежала пионерская форма. Опять Славя Галушом купается, да? Женская. На воде вроде бы никто не плавал. Я уже было подумал на очередную чертовщину, как вдруг услышал сзади голос. Прогуливаешь поход? Я думал, что все еще в лесу. Я обернулся и увидел Славю в купальнике. Извини, я помешал, наверное? Да ничего, я уже заканчивала. Отчего это ты решил ночью скупаться? А что, нельзя? Она улыбнулась. Да нет, просто Ольга Дмитриевна не будет против, что ты ушла раньше. Ну, так и ты тоже. Славя стрельнула от меня глазами. Да, и я тоже. Я сел на песок и уставился на реку. Не понравился поход? Нет, почему? Просто захотелось побыть одной немного. А я тебе помешал. Нет, все нормально. Это на тебя не похоже. Ты о чем? Ну, вот так вот уходить. Я же не робот все-таки, чтобы постоянно действовать по заведенной программе. Она рассмеялась. Да, точно. Меня все еще мучили вопросы. Да и к тому же усталость становилась все сильнее и сильнее. В голове было совершенно пусто. Точнее, она была настолько тяжелой, что в ней не оставалось пространства для развертывания идей. Если в лучшие времена мой мозг представляет из себя широкую автостраду, по которой с бешеной скоростью проносятся миллионы мыслей, обгоняя подрезай дыртруга, устраивая чудовищные аварии, то сейчас он не более чем затерянная в лесу тропинка, по которой ходит только в случае крайней необходимости. Вроде такие слова мы уже читали. Поэтому я сказал первое, что пришло в голову. А тебе не кажется все это странно? Странным? Все, что здесь происходит? Идеальная модель пионерлагеря. Конечно, я о них знаю немного, но все именно так, как я себе и представлял. Ты о чем? Славя недоуменно посмотрел на меня. Ты никогда не думала, что находишься не на своем месте? Не знаю. Точнее, совсем не там, где надо. Как будто за тысячи километров от дома или вообще в другой галактике. Я тебя не понимаю. В этом мы с тобой похожи. Я лег на спину и посмотрел на звезды. А что, если я тебе скажу, что я пришелец из будущего? А ты пришелец из будущего? Спросила Славя совершенно серьезно. Ну, допустим. Как мне вернуться в свое время? А ты этого хочешь? Да, все разговоры с ней о моей ситуации, даже малейшие намеки всегда заканчиваются одним и тем же. Она словно предлагает мне остаться. Настойчиво предлагает. Ну, допустим, я не знаю. Там, назовем это так, все родное. Нет, точнее, привычное. Практически все знакомо и к любой ситуации ты готов. А тут, наоборот, буквально каждая мелочь становится для тебя неожиданностью. И вообще все другое. Разве это плохо? Я не говорил, что плохо. Непривычно, непонятно. Иногда бывает сложно что-то менять. Особенно людям с моим характером. А чего ты сам хочешь? Начнем с того, что я не могу ответить на этот вопрос, пока точно не пойму, где это тут. Так выясни. Если бы все было так просто. А что сложного? Все сложно. Я даже не знаю, с какой стороны началь. Да и меня постоянно отвлекают. Ты так серьезно об этом рассуждаешь, как будто это все на самом деле? Она рассмеялась. Кто знает. Наступило довольно долгое молчание. Вдруг Славя чихнула. Будь здорова. Спасибо. Не надо было ночью купаться. Простучишься. Иди скорее в домик, а то холодно. Да ничего, я лучше еще с тобой посижу. Сейчас только оденусь. Мне было, конечно, приятно, но... Пойдем, я тебя провожу. Но не успели мы сделать все десятки шагов, как Славя оперлась на мою руку. Что с тобой? Да что-то голова закружилась. Я потрогал ее лоб. Он просто пылал. Никогда не умел определять температуру тела на ощупь, но тут все было очевидно. Я же тебе говорил. Апчхи! Пойдем скорее. Нет, я Женю заражу. Слушай, давай лучше в медпункт. И что ты будешь делать в медпункте ночью одна? Глупости. Нет, не глупости. Не хочешь, я сама пойду. Она отпустила мою руку и уже собиралась уходить. Не обижайся. На, вот накинь, а то холодно. Я протянул ей свитер, который прихватил с собой в поход. Хоть пригодился. Спасибо. Она закуталась на него и посмотрела на меня таким нежным взглядом, что я решил не спорить. Медпункт так медпункт, как скажете. Через пару минут мы уже стояли у двери медпункта, и Слава подбирала ключ. Мне вновь показалось, что это весьма глупая затея. От обычной простуды еще никто не умирал. По крайней мере в последние лет сто. И я не видел никакой особой причины, чтобы проводить ночь в медпункте. Наконец Славя открыла дверь и облокотилась на мою руку. Голова немного кружится. Виновата, сказала она. Славя села на койку, а я на стол рядом. Слушай, ну все-таки ночью в одной медпункте. В конце концов, та же самая Женя может в крайнем случае хоть стакан воды подать. Да и не заразится она, молодая, здорова еще. Все нормально. Не хочу никого стеснять. Тем более завтра придет медсестра. Я вдруг представил себя на медсе Славе, что мне придется провести здесь ночь однажды. И от этого мурашки побежали по коже. Слушай, может я с тобой побуду? Я был многим обязан Славе. Да и просто не хотел заходить. Зачем? Все в порядке будет. Спасибо, что проводил. Иди и ты спать. Мне кажется, что все же все в порядке. Я на мгновение задумался. Конечно, с ней ничего страшного здесь не случится. Но все же мне будет спокойнее, если останусь. Я все-таки... Не надо, говорю же! Обиженно воскликнул Славе. Ты же меня не выгонишь. Глукаво улыбнулся я. Ладно, но если заражишься, пеняй на себя. Я был доволен своей маленькой победой. И чем займемся? В ящике стола должны были быть карты. Дурака? И еще на раздевание давайте. По правде говоря, кроме этой игры и покера я никаких и не знал. Давай. Играли мы долго. Я совершенно забыл о времени. Мы разговаривали на разные темы. Много смеялись. Казалось, что Славия и не болеет вовсе. Но вот и наступила полночь. Пора спать. Пожалуй. А ты где собираешься? Она пристально посмотрела на меня. Иди все же. Не надо со мной тут сидеть. Да я и так. Сейчас бы заснул стоя. Славия довольно долго смотрела на меня. Потом задернула занавеску и сказала. Спокойной ночи. Спокойной. Я опустил голову на руки. И моментально провалился в сон. Несмотря на то, что очень сильно устал, спал я беспокойно. Даже можно сказать, что скорее дремал. Сознание то уходило, то возвращалось. Это самое лучшее состояние для созерцания всяких бредовых картин. Сначала по комнате с ревом проехал автобус под номером 410. Потом с потолка пошел снег. А на столе возник монитор моего компьютера. На стенах появились обои. На полу горы мусора. В углу старая кровать. Я снова оказался в своей квартире. Потом пейзаж сменился на улице родного города. Я как будто пролетал по ним, проходя сквозь бесчисленные толпы снающих туда-сюда людей. А потом на меня опустилась темнота. Первобытный вселенский мрак. Я в ужасе вскочил. С меня ручьем бил холодный пот. С кушетки испуганно смотрел Славя. Просто плохой сон. Я попытался улыбнуться. Ты кричал. И что я кричал? Не знаю. Неразборчиво. Часы показывали всего лишь пол первого ночи. Семен. А? Мне холодно. Славя куталась в моем свитере и ежилась. Сейчас поищу одеяло. Я перерывал один шкаф за другим и про себя чертыхался, что на мегпункте даже укрыться больным нечем. Извини, ничего нет. Подожди, сейчас сбегаю, принесу. Не надо. Может, ты ляжешь со мной? Так будет теплее. Она сказала это совершенно серьезно. Ее голос прозвучал нежно и настолько жалобно, что у меня на секунду перехватило дыхание. А ты уверена, что это... Что... Это нормально? Значит, нельзя? Расстроенно спросила она. Нет, почему? Блин, милота какая. Я медленно снял ботинки и лег на кушетку с краю, стараясь занимать как можно меньше места. Весь сжался и практически не дышал. Славя нежно обняла меня и положила голову на грудь. Да, так лучше. Промурчала она. Я же был не в состоянии что-либо сказать, поэтому просто лежал. Хорошо. Спасибо тебе. За что? Славя лежала с закрытыми глазами и, кажется, была готова заснуть любую секунду. За то, что ты здесь. Да нет, ничего такого. Хотя еще пару минут назад она упорно пыталась выпроводить меня. Нет, правда. Ну, тогда пожалуйста. Она ничего не сказала, но я был уверен, что Славя улыбается. Обращайтесь в любое время, так сказать. Ты такой заботливый и внимательный. Стараюсь. Ты хороший друг. Друг? Ну да, наверное. Черт, Семен. Ты для нее лишь друг. Почему-то это слово больно задело меня. С одной стороны, не было особых оснований полагать, что для Слави я знаю, что нечто большее, чем просто друг. Да и к чему вообще эти мысли? Мне тоже. Я никак не мог подобрать нужные слова. Что мне тоже? Приятно с вами работать. Надеемся на дальнейшее взаимно выгодное сотрудничество. Или с тобой тоже классно дружить. Пойдем лепить куличики. Вдвойне тяжело было мне и потому, что Славя лежала рядом. Не скрыться, не убежать. И даже, несмотря мне в глаза, она, казалось, видит меня насквозь. Ты чем-то расстроен? Нет, все в порядке. Но я же вижу. Может быть. Не хочешь об этом говорить? Да и не то чтобы. Просто и не о чем говорить на самом деле. Получается, ты не знаешь, чем расстроен? Наверное, так. А зачем тогда расстраиваться? Славя рассмеялась. Выходит, что и незачем. Вот и хорошо. Она еще крепче прижалась ко мне. Не холодно? Нет, спасибо. Но если тебе неудобно, то ты скажи. Ничего, нормально. Как тогда с лодкой? Мышцы рук, словно вспомнив соревнования по гребле, отозвались с ноющей болью. Там совсем другое дело было же. Хорошо, хорошо. Сказала она лукаво и слегка приподняла голову. Значит, точно все в порядке? Да, в полном. Я уже начал не на шутку волноваться. Славя совершенно явно чего-то от меня хотела. Скорее всего, чтобы я что-то сказал или сделал. Вот только что. Ты уверен? Да. Наверное. Ну, хорошо. Тогда спокойной ночи. И тебе. Ну же, Семен, давай сделай что-нибудь. Через некоторое время она заснула. Я краем глаза поглядел на время. Был всего лишь час, а это значило, что мне предстоит в таком положении пролежать до утра. И меня совсем не волновало то, что он имеет рука. Просто рядом со Славей в такой опасной близости я совершенно не мог заснуть. А всякие мысли так и лезли в голову. Интересно, она правда считает всю эту ситуацию нормальной? О-оу. Я только задумался о том, что будет плохо, если нас кто-нибудь здесь найдет. Как дверь распахнулась, зажегся свет, и в медпункт ворвалась Ольга Дмитриевна. Пападос. Сердце ёкнуло и остановилось на мгновение. Семен! Дьявольски спокойно начала вожатая. Я тебя везде ищу, а ты, смылся из леса раньше времени, не пришел ночевать и развращаешь нашу лучшую пионерку. Тут же проснулась и Славя. Она некоторое время заспанными глазами смотрела на вожатую, потом, похоже, поняла, что происходит и быстро вскочила с койки. Ольга Дмитриевна, это совсем не то, что вы думаете. Я просто заболела, и Семен проводил меня сюда. А потом мне стало холодно, и я ему говорила, чтобы ушел к тебе. Да-да, конечно, значит заболела, говоришь. Да. Робка ответила Славя. Так вот и лечись. Она грозно посмотрела на меня. А ты быстро со мной. Я понял, что спорить неуместно. Встал и вышел из медпункта, даже не взглянув на Славю. Молча дошли до площади. Ольга Дмитриевна злобно посмотрела на меня и сказала. Домой, там поговорим. Всю дорогу и находился в ужасном состоянии. Вожатая молча шла рядом. Я думал о том, что опять попал в глупую ситуацию, которую абсолютно все поймут не так, как было на самом деле. Да что говорить. Будь я на месте Ольги Дмитриевны, двое подростков лежат в обнимку ночью в пустом медпункте. Сложно придумать оправдание. Самое обидное, что вновь и вновь это случается именно со мной. Я всегда считал, что обладаю аналитическим складом ума, но почему-то он редко проявляется на практике. Войдя в домик, вожатая продолжала допрос. Не хочешь мне ничего объяснить? Похоже, она немного успокоилась. Хоть это в Ольге Дмитриевне мне нравилось, она, конечно, была импульсивным человеком, но в то же время и отходила быстро. Славя же вам все рассказала. И ты думаешь, что я в это поверю? Я не заставлю вас в это верить, но я никаких оправданий придумывать не собираюсь, так как это правда. Она долго смотрела на меня и потом сказала, «Ладно, я завтра буду думать, что с тобой делать». Вожатая выключила свет, и я, не раздеваясь, накрылся одеялом и отвернулся к стенке. Интересно, почему она только меня винит? Я же там не один лежал все-таки. Конечно, Славя – образцовая пионерка, но… Нет, я совсем не собирался перекладывать на нее ответственность, просто мне было жутко обидно, что опять попал в дурацкую ситуацию. Не специально, не по своей воле, не имея никакого злобного умысла и не ожидая подвоха. Я бы еще долго мог жалеть себя и мучиться, но усталость взяла свое, и отключился. Да уж, жесть какая. День шестой. Все. Мы уже в руте Слави. Так, ну продолжим мы уже, наверное, в следующей серии. Ну и ночь, конечно, выдалась. Получается, мы пока для Слави просто друг. Интересно. С Алисой все наоборот было, она уже в это время конкурентов убирала. Ладно. Посмотрим, что там будет в шестом дне. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. С вами был Скайнен, увидимся в следующей серии. Всем до встречи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok